Всем большой уже зимний привет! Всех хочу и спешу поздравить с началом зимы. Сегодня 1 декабря и начался новый месяц, декабрь, что впереди, это уже новогодняя и предновогодняя сказка. Волшебство, да, для кого-то что-то, какие-то исполнения желаний, поэтому я решила для вас снять видео именно 1 декабря. Начало зимы, начало нового месяца и начало моего отпуска. Так получилось, что у меня последний отпуск в декабре, это третий мой отпуск, где я работаю, и надеюсь, что это пройдет тоже хорошо и успешно. Но тема видео у нас это пустые баночки сегодня, то, что у меня заканчивается, хочется опять расхламиться, подготовиться уже к Новому году, хочется хорошего настроения, и которым я спешу с вами поделиться. Да, новый у меня вот такой вот маникюр. Снова светоотражение победило, все обычное, и буду я снова маникюром. И макияж, наверное, средство покажу вам в конце видео, думаю, что потрачу пару минуток. То, чем я делала макияж сегодня, да, уже такой довольно зимний получился. А покажу я вам средства, которыми я пользовалась, и которыми у меня идут в пустые баночки. Будет тут уход в основном. Начну я вот с этой серии от LSEF. Уже я беру не первый раз эти баночки. У меня была фиолетовая серия, красная, и вот такая золотистая была первый раз. Желтая серия, это легкий питательный шампунь. L'Oreal LSEF, роскошь с шести масел. Эта серия мне понравилась тем, что у нее такой сладковатый, действительно, уже осенний-зимний был аромат. Хорошая густая консистенция, шампунь промывает волосы хорошо. С ним они у меня лично не грязные, где-то дня два. И это был большой объем для сухих волос. Заявлено 90% питания без утяжеления. Но все равно довольно питательный шампунь, и волосы мне немного, по крайней мере, утяжелят. Брала я именно эту линейку на Ватберис 400 мл. Хороший, в принципе, такой базовый, могу посоветовать. Сейчас у меня в использовании красная серия, и мне эта серия очень нравится. И второе, то, что закончилось, это большой 400 мл легкий питательный бальзам из данной же линейки. Ценные масла Амарулы и Камелии. Ну, подойдет хорошо для нормальных, для сухих волос. Если волосы жирноватые, наверное, уже не очень подойдет. Но, в общем и целом, такой тоже приятный продукт. Бальзам эти тяжеловато с волос смыкаются, но эффект того стоит. Сладковатый запах вот этих масел, какой-то профессиональный для меня серий косметики для волос. В общем, очень нравился. Брала и, может быть, как-то еще повторю. Долго у меня не заканчивалась вот эта пенка. Уже куда-то потерялся колпачок. Вот это от Avon. Не в очень таком состоянии. Тут совсем немножко осталось. Это очень экономичная пенка. Казалось, это Avon Nutra Effect серия мотирования. Очищающая пенка для умывания. Очищает, удаляет макияж. Мотирование для комбинированной жирной кожи. Я ей пользовалась и в теплое время года, и в холодное. И вот осенью все-таки я эту пенку закончила. Пенка легкая, нежная, воздушная, с приятным ароматом, таким травянистым. И мне ее особо было в последнее время не с чем сравнивать. Она была моей любительницей, фаворитом. И я думаю, что даже если у вас нормальная или склонная к сухости кожи, все равно эта пенка вам подойдет. То есть я бы не сказала, что нужно ориентироваться именно на тип кожи. У меня сейчас в использовании от Фаберлик пенка. Та более густая и более такая, знаете, наверное, более плотная. Эта пена очень легкая. Одного нажатия мне хватает на один раз умыться. В основном я такую пенку использую утром. Смыть вот эти остатки сна и так далее. Вечером я ее не использую, поэтому не могу сказать, как она отчет макияж. Цена дешевая, бюджетная. Можете приобрести в каталоге Raven. И она еще там, насколько я знаю, есть с 299 рублей. Пытает ее на очень и очень долго. Закончилась у меня вот такая вот мицеллярная вода, которая не скажу, что экономичная, но бюджетная, дешевая. Я ее брала в Улыбке Радуги. Сейчас постоянно брала себе такую же, уже повторила. Это такой, так скажем, фаворит из бюджета. Это вода Delique Bio Filler. Мицеллярная вода с гиалуроном, супер увлажнением. Для лица, век и губ не требует смывания. Но так оно и есть, в принципе, я ее практически не смывал. У нее приятная такая цветочная легкая душка. Она не пересушивает, но нужно ее побольше, чем вот, например, от Garnier. То есть она не экономична. У меня один ватный диск, например, уходит на глаза, а зим на лицо. То есть, в принципе, она не является экономичной, как я вам и сказала. Вторую такую взяла, повторила. Удобный, в принципе, дозатор. Приятный аромат и хорошая водичка. Легкая такая, ненавязчивая в использовании. И доступная в ближайших магазинах. Вот сейчас я пользуюсь мылом, вот этим жидким. Но пока вот покажу вам упаковочку. Другой просто перебила из этого пакетика в тубу. Здесь бьюти-кафе. Это Фаберлик. Мыло с ароматом Оранж. Да, это, по-моему, как она идет? Апельсиновая меренга. И это хороший, классный аромат, мне кажется, для зимы апельсинчик. Там сейчас вышел клубничный макарон. Кстати, в понедельник, 4 декабря я заберу. Но попробую, может быть, и в понедельник вам и засниму видео. Там у меня немного продуктов. Уже такие предновогодние новинки. Может быть, что-то вам покажу, сниму. Если не получится в понедельник, то попозже, во вторник, либо в среду. У меня сейчас, как я говорю, отпуск начался. А я, в принципе, ответ на вам видеоролики отсниму. Вот такое вот жидкое мыло. Апельсинчик у меня в использовании сейчас. Мыло густое. На какое-то время аромат остается на руках. Хороший. Мягкое, приятное. Но у меня закончилось еще... Да, здесь почему-то его нету в простых баночках. Но до этого у меня закончилось мыло с ароматом черники. Тоже очень классно вкусно. Так, из незакончившихся продуктов у меня вот такая вот крымская роза дойдет. Лаванда серия. Лавандовая вода. Много у меня еще ее. Как-то, по-моему, уже аромат подиспортился. Этой водички. В общем, я ее уже буду выбрасывать. Все-таки она имеет другогодности и портится. Шесть месяцев после открытия. Эта у меня вода была, по-моему, как раз до октября 23-го года. Но вот ноябрь пришел и уже как раз спортился запах. На любителя можно освежать лицо, тело. Но как-то у меня вот она не пошла. Папа ей пользовался. Ему дарила такой же флакончик. После бритья ему понравилось больше. Как-то я не нашла применения. Не закончился продукт, но долго пользовалась. Это лимитка той зимы серии зима Фаберлик. Повторила я. У меня сейчас пока не открытый такой крем. Потому что я сейчас другие кремы, но думаю, в ближайшее время не открою. Это крем для рук зима. Был он в том году в таком оформлении. То есть здесь мишка такой на санках, елочка. Красивое оформление. Уже испортился, к сожалению, запах. И у меня использовано примерно полфлакона. Вот такой он был по консистенции. Добавлено жирненький, густой крем. Который подготавливал ваши руки для того, чтобы вы могли идти на холод. Ну и, соответственно, он был защитный, да, больше крем. Обволакивала такой пленочкой. И аромат очень сладкий, приторный, навязчивый, может быть, даже для кого-то. Аромат ванили. Вот как по мне. И аромат в этом году абсолютно такой же. Я уже проверила тот крем. Он у меня сейчас пока не в использовании. У меня есть еще другие кремы. Но обязательно таким же кремом в другом оформлении я буду пользоваться. Этот идет в пустые баночки, потому что уже, к сожалению, испортился. И испортился у меня вот такой кремик. И мне поменьше попользовалась, потому что аромат здесь уже вообще такой не очень-то мой. Это вот такой зайчик была лимитка в том году. Классное, конечно, оформление. Lovely Moments от Faberlic. Хенд-крем. То есть это крем с ароматом медового пряника. Какой-то он очень химический, этот пряник. Не совсем он получился, мне кажется, у Faberlic. Тут тоже плотная консистенция. Но этот крем больше как питательный. То есть у него консистенция полегче. Он подойдет на ночь, на день. И в принципе он не для улицы, а больше, наверное, для дома. Ну вот у меня он, к сожалению, не пошел. Я вам показываю, как есть продукт. У меня здесь уже сдулся. Срок у него вышел. Поэтому я вот вам показываю, как есть у меня эти баночки. Дальше, что у меня еще из интересного. Ну давайте я покажу вам. А, и дальше остались все почти закончившиеся, кроме еще парфюма. Один аромат у меня вот такой вот был. Он не полностью закончился. Хотел я его использовать в туалете. Но даже там аромат немного уже не такой. Это аромат, который мне дарила Любочка. Большое спасибо за возможность попробовать. И, к сожалению, он уже испортился. Это от компании Ariflame Born to Fly. Этот аромат был из такой недорогой серии. Бюджетной, доступной для многих. У меня осталось немножко. Он очень-очень приторно-сладкий. Я не очень люблю такие ароматы. Я люблю зимой. Но сейчас наносишь, уже просто какая-то такая очень приторно-сладость осталась. К сожалению, в общем, уже это не мое. Я пользоваться не стала уже. И поэтому он у меня идет в пустые баночки. Вот как есть. Есть у меня еще один аромат, который я сама тестировала. Мне дарила Олеся проб. Мне большое спасибо. Это мадемуазель Азарра. И я тогда год назад, на Новый год, ему уже заказала. То есть уже скоро Новый год. И водичка у меня источена полностью. Это был подарок. У меня это оригинал. Сейчас бантик вам попробую показать. Такой милый. Вот на нем написано. На бантике. У меня это была мадемуазель Азарра. В розовой такой упаковке. Этот аромат совершенно уже другой. Он многогранный, фруктовый, цветочный. Все, как я люблю. И видно, что он у меня истраджен полностью. В основном этот аромат у меня использовался либо на какие-то праздники, то есть какие-то выходные, либо на работу, потому что он действительно стойкий. То есть вот этот аромат, хоть он и был, я не скажу, что дорогой, потому что сама заказывала, но в Элберис он мне отдал денежку. Стол в районе двух с половиной тысяч. Но этот аромат действительно оригинал, и он являлся очень и очень стойким. По поводу его шлейфа и, ну, наверное, так же, как и предыдущего, ну, по-моему, вот этот аромат уже, я не знаю, есть сейчас каталог или нет, я его не видела уже в Арифель. Дальше раз покажу. Born to Fly. А вот этот аромат еще точно можно найти либо в магазинах Hot Toilk в два раза дороже, либо на Вайлдберис. И вот еще, кстати, вот такая крышка у него идет. То есть, значит, Азарра. Вот, наверное, как я понимаю. Это просто для меня обалденный аромат. Вот эти остаточки, которые у него есть, я сейчас обязательно на себя добрызгую, потому что этот аромат, это вот очень женственный, шлейфовый, красивый аромат, который действительно раскрывается разными нотами. Не могу сказать точно, какие здесь ноты, но они однозначно, это не одна нота. Аромат со шлейфом, аромат приятный, он может использоваться на работу, на какую-то встречу, деловую, на романтическое свидание. Просто вы пошли до магазина. Он очень стойкий. То есть, от волос на волосах, он держится, наверное... Ну, вот у меня уже даже сейчас, как я вспомнила, да, обновил. Он держится весь день. То есть, этот аромат, он даже, наверное, больше рабочего дня, часов 10-12. Он держится, и я столько времени его на себе ощущаю. Я могу его посоветовать, потестировать. И вот в магазине, допустим, латуаль, да, были промники. Я думаю, сама эта версия есть. И приобрести, где вам удобнее. Но я приобрела аромат этот Wildberries. Мне его подарили. Я очень рада и довольна. Так. Ну и осталось у меня чуть-чуть отрыванчик. В этот раз их немного, поэтому видео не будет длинным. У меня закончилась вот из этой серии. Эта серия была приобретена мной на Wildberries. Wildberries, три продукта. У меня гель для душа. Вот он, самый первый увлажняющий гель для душа. Закончился еще и скраб для тела. И крем для тела. Вот скраб и крем, они у меня еще есть. И пока они у меня откладываются, так скажем, явно не на зиму, потому что эта серия, мне кажется, больше такая весенне-летняя, даже больше летней, это пинаколада. Я обожаю этот запах везде. Это Риамэй, да, идет марка. Лиримэй. Пинаколада шауи гель. Увлажняющий гель для душа. Пинаколада 250 мл. Его я использовала полностью. Гель пахнет моим самым любимым запахом, сочетанием ананаса и кокоса. Кто ее пил, тот молодец. Ставьте лайк, кто ее любит тоже. Кто нет, просто сам факт того, что это райский запах ананаса, кокоса, который вас может принести в какие-то острова, даже вот, например, такие с пальмами, уже это то самое, что, почему это стоит любить. Гель довольно экономичный, приятно пахнет. И вот этот аромат не вызывает у меня аллергии, раздражения и остается на некоторое время на коже. 250 мл. И здесь написано, гель для души, пинаколады, с утонченным тропическим ароматом, обеспечивает бережное очищение, без вреда для кожи. В составе содержит активные компоненты направленного действия. Ну и перечисленные они, соответственно. И настоящий, кстати, экстракт ананаса, который способствует регенерации кожи. Ну, в общем, действительно, очень мягкий, хороший. Если у вас кожа сухая, если у вас кожа нормальная, комбинированная, вообще, наверное, любой тип кожи я могу посоветовать. Такой аромат вкусный, что хочется его съесть. Очень приятненький, мне очень нравился. Ну, прям вкусный. То есть, пахнет именно ананасом и кокосовым сочетанием, как я люблю. Даже вызывает слюноотделение. В общем, так я люблю сильно. Остальные продукты все идут тоже закончившиеся. Вот такая сыворотка для волос у меня закончилась. Довольно долго была в использовании. Экономичная, когда я еще покупала вот эту серию восстановления. Сыворотка для волос способствовала восстановлению секущихся кончиков. Это серия Advanced Techniques от Avon. Очень мягкая, приятная сыворотка с таким салонным запахом. Ее нужно наносить на секущиеся кончики. А кончики почти всегда в своем большинстве секущие. Сейчас я уже очень скоро пойду, думаю, что в декабре, в серединке пойду или перед Новым годом, в конце немножко подстричь кончики секущиеся. И пока вот этого нет возможности, я пользуюсь еще сывороткой. У меня сейчас есть другая сыворотка в использовании и это закончилось. Кто знает, эти хорошие базовые сыворотки, без разницы, наверное, какие они восстанавливаются, или еще что-то, они хорошо запаивают кончики. С ними волосы выглядят более так свежо, красиво, более уложено, ухожено. Вот эта сыворотка тоже хорошая, я могу ее посоветовать. Пользуюсь уже не первый раз, то есть это продукт, который я повторяю. И вот этот продукт я повторила, это Фаберли Крепейный бальзам. У меня сейчас в использовании, это второй у меня закончился, у меня в использовании уже третий стоит. И вот он не просто стоит, а я действительно и пользуюсь. Бальзам этот мне понравился, что он стоит дешево, бюджетный, и при этом он хороший. После него волосы мягкие, пушистые, блестящие, послушные, ну в общем все, что нужно. Конечно, аромат, я бы не сказала, что это мое, я не люблю такие травянистые какие-то ароматы, но есть какая-то нотка вот этого вот репейника, именно цветочного. Потому что репейник, вот он, да, это такой цветок, с травянисто-зелено-цветочным запахом. Но запах мне не нравится, нравится его действие, нравится, что он мягкий, не очень нравится, что он неэкономичный, 200 мл платится быстро, потому что бальзам жидкий. Но при том, что его цена и качество, я считаю, что соответствуют, я могу его посоветовать. Осталось у меня еще парочка пустых баночек, и все, я на этом буду заканчивать. Небольшое у меня видео сегодня, думаю, что 20 минут я как раз положусь. Вот такой крем для век, долго довольно я пользовалась, это серия Фоберлик Блум, серия 35+, мне очень этот крем понравился, и он подойдет для тех, кто любит легкие, воздушные, невесомые, неплотные кремы для век. Если вы любите плотные, это не та текстура. Здесь идет 0,1,44 артикула, 6 месяцев после открытия, 15 мл. Эта серия у меня была, по-моему, сыворотка мне, она понравилась, я решила взять крем для век. Он, я, ну давайте покажу, тут самая вот капелька осталась, видно, что он просто легчайший. Его наносите, и через пару-тройку минут его просто не замечаете, что есть, он быстренько впитался, и можно уже наносить декоративную косметику. Этот крем хороший для меня, легкий, невесомый, я его истратила весь полностью, подойдет он на день и на вечер, легкие раздражения не вызывают, и после него хорошо наносятся другие разные косметические средства, такие как, дальше, да, что мы наносим, консилер, базу под тени, допустим, тени сами, и все на нем лежит хорошо. И последний продукт мне отдали, но я решила с вами поделиться, это вот такая вот мазь, она мне помогла в моем заболевании, которое у меня было не так давно, все люди болеют, и у меня как бы тоже были болячки в виде нехороших причин, не люблю эту тему, да, на здоровье подробности, но все-таки это больше еще и лечебно-косметическое средство, вот, очередь мне помогла, вот такая вот мазь, она была, по-моему, и есть китайская, не верила я, что вот это все, вот здесь, кстати, все иероглифы, что такое может быть, но мне отдали мои родители, за что им большое спасибо, и мне эта мазь действительно помогла, она ужасно пахнет, вот как по мне, но при этом у нее действительно хороший лечебный эффект, она желтого цвета, и вот она у меня вся полностью закончилась, отдавали мне неполный тюбик, она мне очень помогла, она имеет охлаждающий эффект, и довольно быстро впитывается, то есть если есть у вас какие-то прыщички, раздражение, покраснение, но я имею ввиду не на лице, все-таки больше на теле, я могу ее посоветовать, ну это такая уже лечебно-уходовая, уж одно средство вам показала, и хочу закончить на позитивной ноте, на декоративной косметике, которую я использовала сегодня, это были обе палетки теней сегодня, я использовала вот эти от 7 Days, по совету Олесе, Олеса приветит себе в телеграм, она пишет и мне, и ведет свой телеграм-канал, а там у нее было 7 палеток, я выбрала 2, и в принципе обе сегодня использовала, вот из этой палетки я использовала вот этот оттеночек, самый светлый, для выравнивания, также я использовала один оттенок от Faberlic, вам не покажу вот этот блестящий, я его часто наношу, и остальной весь макияж, я использовала вот эту палетку розовую, свою новенькую, она более новая, и здесь я использовала сегодня вот такой вот оттеночек, на подвижное веко нанесла, вот этот вот красивенький, а что еще, и все по-моему у меня получается сегодня, и так, а что еще, сейчас я скажу, по-моему вот из этой палетки, да я не все наверно показала, из этой палетки я еще использовала вот этот вот коричневый, то есть бежевый коричневый, вот эти два базовых оттенка, коричневый на все веко, и вот этот на топ, то есть два оттенка из этой палетки, и один оттеночек из розовой вот этой палетки. Кроме этого, я еще сегодня в макияже использовала... Да, сейчас я просто посмотрела, вспомни, все пока что. То есть только начинаю свое знакомство с этими палетками. Я еще использовала такой карандаш, давно он у меня заброшенный. Сегодня я вделала и стрелочку, и подводила внутреннее веко. Это карандаш от Luxe Visage Tune 5, и у меня у него уже скоро подходит сургодность. Сейчас я его еще заточу, у меня есть точилка, и продолжу им пользоваться. Давайте сургодчик сделаю, это красивый серо-голубой оттенок. Он у меня, наверное, пойдет в проект. Кстати, проект будет вот уже в ближайшее время. Пока точно я не знаю когда, думаю, что, наверное, на следующей неделе, как раз 4 декабря я покажу проект, если сегодня я не успею. Может быть, запишу даже его сегодня. Потому что проект я веду, это Project Pen, проект использовать и выбросить. И вот такая тушь. У меня сегодня использована голубая, синяя в макияже, в три слоя. Попробовала я ее вот такая ярко-синяя, но на глазах видно, что такое спокойный синий. Вот я сейчас к вам близко к камере подхожу, и, в принципе, под определенным углом видно, что тушь синяя. Не смотрится она вот такой прямо ядреный, ультра-ультрамариновый синий. В принципе, хорошая тушь от Ariflame 5 в 1. Но я использовала уже черную и решила сегодня поэкспериментировать с синий. Использовала я румяна, которых у меня уже выходит срок, к сожалению, от Hian, который я брала на Wildberries в оттеночке. 275 Baked Rouge. Запеченный румяна прекрасно подчеркивает их. Дренирую скулы. Ну, наносила вот сюда, на эту часть сегодня. Свой скульптор. Стандартный 208 номер от Estrada. Даже показывать я его не буду. Сейчас вот эти румяна. И последнее, наверное, из интересного, или, я надеюсь, что для кого-то хотя бы, вот такую вот жидкую матовую помаду сегодня наносила. Это Faberlic. Подобновим. Немножко. Дома мне понравилось ей пользоваться, потому что немного она все-таки на улице уже сейчас, естественно, подсушивает. Сочи вам сделал такой приятный оттеночек. Вот, да, более натуральных губ. Мне понравилось. Наверное, да, хороший такой натуральный оттенок губ. Он и не красный, и не рыжий, и не кирпичный. Какой-то такой вот между. Очень приятный оттенок. Мне кажется, под этот макияж подошел хорошо. Да, еще раз я его покажу. Оттенок, когда высыхает, становится матовый. И это у меня номер 40969. У меня такие помадки матовых 3. Я использовала самую светло-бежевую. Думаю, ее многие любят. Вот это уже такой тон средний. И есть у меня еще одна потемнее. Вот, такие вот сочи того, что я использовала сегодня. Уложилась я не в 20 минут, а в 22. Всех еще раз поздравляю с началом зимы. Желаю вам отличного настроения, здоровья, счастья, тепла, уюта. Чтобы у вас все было в доме хорошо. Работы, чтобы вас радовало. У меня начался отпуск. Немного выдохну, передохну. Поэтому буду для вас снимать по мере возможности. Всем желаю отличного настроения. Всем удачи. И желаю покупок и косметики, чтобы вас радовало. Ваши хобби, если у вас какие-то есть другие хобби. То, что вам интересно, чтобы вам это приносило удовольствие и радость от использования. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok